200 тысяч мальков осетра и белуги выпустили в Каспийское море. Специалисты Терско-Каспийского филиала глав рыбвода выращивали рыбу на протяжении двух месяцев. И накануне их, наконец, выпустили в море. Как это повлияет на восстановление популяции рыб этой породы на Каспии, узнавала Луиза Раджабова. Поистине золотая рыбка, ведь ее так мало в Каспийском море. Это молот осетра. И весит она сейчас от 3 до 5 грамм. Сегодня в этом море станет ее на 200 тысяч больше. Все это время их выращивали здесь, в Мастепском рыбоводном заводе. Таком предприятию нет аналогов на Северном Кавказе. Оно основано на установке замкнутого водоснабжения. Здесь можно круглогодично регулировать температуру воды. Мальков выращивали в течение двух месяцев. И сегодня они достигли 3-граммового веса, допустимого для выпуска в море. Большой труд сделанный. Завод тоже новый. Завод рассчитан на 2 миллиона. Первый год выпуска дали госзадание 200 тысяч. На завтра, на следующий год, так сказать, уже будем думать, что о выпуске более большего количества. Мощность завода, комбинирован методом, на 2 миллиона молодых выпуска. Поэтому на сегодня, по Дагестану, таких заводов, которых государственно выпускает осетровых, нет. В рамках государственного задания 200 тысяч мальков выпущены в Сулакскую бухту. Она служит буферной зоной, где мальки будут адаптироваться к соленой воде. К осени рыбы выйдут в Каспийское море. Вода подача прямая, охлаждается. Вот у нас кондиционеры стоят здесь. Очистка воды, механическая, биологическая. Очищаем. Вот постоянно, посмотрите. И перебираем. Форму убираем. На заводе, способном производить миллионы мальков, в каждом бассейне содержатся от 10 до 20 тысяч осетра и белуки. Действует инкубатор, круговые бассейны, электронные цеха. Личинки осетровых рыб до определенного момента выращиваются именно здесь. Естественно, на реста практически нет. Искусственное воспроизводство – процесс сложный. Во многом успех зависит от техники рыбовода. Одной из работниц завода является Альбина. Просто мне понравилась эта работа. Так захотелось работать. Муж тоже рыбак, сама тоже хотела рыбачкой, поэтому пришла сюда работать. Начинаем рыб кормить, готовим им, через это все пропускаем. И потом ванны моем, потом полы, все, то, что нужно, все делаем, как положено. Сегодня популяцию цены рыбы не спасти. За десятилетия ее численно сильно сократили браконьеры. Долго созревания, незаконный отлов рыбы до того, как она успеет набрать вес и дать потомство, делают этот вид редким и уязвимым. Остается надеяться на местные предприятия.